Это фактчек на 24КЗ. Сегодня в программе. Мошенничество с телефонными звонками из поликлиники. Как это работает? Растения, содержащие вакцины, правда или фейк? Сообщение от имени министра труда и социальной защиты населения Казахстана. Мошенническая схема. Фейковые фотографии с Мэтт Галла. Почему этот тренд вызывает опасения? В Казахстане появился новый вид мошенничества, связанный с телефонными звонками, в которых злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и предлагают записать человека на флюорографию и диспансеризацию. О новой схеме население предупредила полиция. Злоумышленники звонят, подбирают дату и время записи, а затем просят жертву подтвердить запись, отправив код из СМС. Мошенники используют сообщение с кодом для смены входа в учетную запись. Сообщения приходят с портала госуслуг. Цитата. После подтверждения кода сообщают, что запись успешно прошла. Спустя некоторое время, получив доступ к госуслугам, оформляют на вас кредит, сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью департамента полиции Павлодарской области Резабек Жанат. О похожей схеме мошенничества писали российские СМИ еще в 2022 году. Тогда для продления срока действия сим-карты нужно было продиктовать код доступа из СМС. Делая это, люди собственноручно предоставляли доступ к своим личным данным мошенникам. В 2023 году о подобном обмане также сообщали в СМИ. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно помнить, что сим-карты не имеют срока действия. Сроки действия других карт, будь то банковские или дисконтные, всегда указаны на самих картах. А код, который приходит вам в сообщении, нельзя сообщать третьим лицам. Правоохранители просят граждан быть бдительными и не давать злоумышленникам шанса. Пользователи соцсети обсуждают видео, в котором сообщается о выращивании растений с содержанием вакцин от ковида. Якобы в Канаде стартовал проект, где в растения можно внедрить любую МРНК-вакцину. Информация, которая содержится в публикации, — ложь. На самом деле ее автор неверно истолковал информацию в видеоролике. В видео, размещенном в соцсети, рассказывается о растительной вакцине от COVID-19, которую 25 февраля 2022 года одобрило Министерство здравоохранения Канады. Прививка называется Coffee Vans. Оригинальное видео, которое легло в основу распространяемого ролика, вышло на телеканале ABC 10 News еще 18 апреля 2021 года. В нем сообщается о том, что Канада — первая страна мира, где граждане могут сделать вегетарианскую прививку от коронавируса. Что касается МРНК-вакцин, то надо понимать, в процессе их изготовления могут использоваться культуры клеток животных и человека, но при этом сами вакцины не содержат ни клеток, ни тканей животных или людей. Пример животного ингредиента в вакцине — масло из печени акул. Иногда его добавляют в вакцину, так как оно помогает повышать и стимулировать иммунный ответ. В Канаде не внедряют вакцины в растения, как утверждается в публикации. Листья табака, показанные в видео, используются лишь для выращивания вирусоподобных частиц, которые затем используют для изготовления вакцины. В середине мая в мессенджеры казахстанцам стали приходить личные сообщения якобы от имени министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Светланы Жакуповой. Это ложь, о чем заявили на сайте министерства. Неизвестные лица направляли эти сообщения с фейковых аккаунтов. Обращаясь к собеседнику от лица министра, злоумышленники пытаются вывести его на разговор и заполучить личные данные, либо предпринять иные мошеннические действия. Министерство предупреждает, если вы столкнулись с данным фактом, не доверяйте подобным сообщениям, не отвечайте на них, не переходите по направленным ссылкам во избежание риска предоставления доступа злоумышленникам к вашим личным данным. В сети появилось множество фейковых фотографий знаменитости с мероприятия Мэтт Галла этого года. Искусственно сгенерированные фото, изображающие звезд, включая певиц Кэти Перри и Риану, на ежегодном благотворительном мероприятии Метрополитен Музея быстро распространились онлайн. При этом Кэти Перри и Риана не посещали Мэтт Галла и неясно, откуда в точности взялись фотографии с их изображением. Риана, которая должна была стать хедлайнером мероприятия, пропустила Мэтт Галла из-за плохого самочувствия. Накануне она заболела гриппом. Перри опубликовала на своей странице в Инстаграме фейковый снимок, сообщив, что она не смогла прийти на Мэтт Галла, пришлось работать. Она также добавила видео себя в студии и скриншот текстового сообщения от своей матери, в котором та хвалила ее наряд. Даже мама звезды не поняла, что фото было поддельное. На Мэтт Галла, где все привыкли к экстравагантным нарядам и выходкам, сложно отличить фантазию от реальности. И хотя онлайн-фотографии знаменитостей, таких как эти Перри и Риана, созданные искусственным интеллектом, могут показаться безобидными, эксперты отмечают, что каждый случай введения людей в заблуждение подчеркивает растущие опасения относительно злоупотребления этими технологиями.